Восемь оригинальных и известных на весь мир спектаклей, порядка 50 показов, тысячи восторженных зрителей в Когалыме завершился театральный сезон. Майский тур солистов Государственного Академического Малого Театра стал последним перед творческими каникулами участников труппы. Они вернутся в Югру в сентябре. Никита Рогозин подробнее. Его искренность подкупает с первых секунд диапазон чувств и эмоций на сцене, впечатляя даже самого убежденного скептика. Один из солистов Малого, Михаил Мартьянов, каждый визит в Когалым считает праздником. Здесь, вдали от суеты мегаполиса, посреди красот северной природы, окунаться в сценический образ намного интереснее. В майском туре у него одна из главных ролей в легендарном Чеховском вишневом саде. Несмотря на внушительный список играемых ролей, каждый выход на подмостки, кропотливая работа. Ведь идеальным должно быть все. Тем более, по словам театрального актера, добиться расположения нашей публики не так просто. Этот мост, когда он устанавливается, он устанавливается очень непросто. Но когда он устанавливается, то мы просто купаемся в зрительских симпатиях. Более 15 тысяч довольных посетителей, 20 спектаклей и, конечно, воспоминания на всю жизнь. И за каких-то два года существования храма Мельпомены в культурной столице Югры. Майский тур московских гостей не обойдется без приятных сюрпризов. На сцене филиала Малого в Когалыме сразу два актера отметят свои юбилеи. В этот заезд мы отмечаем юбилей нашей актрисы, народной артистки России Светланы Геннадьевны Амановой. Она исполняет главную роль Любови Вероневской в спектакле «Вишневый сад». Мы обязательно отметим это особо, поздравим ее, конечно. Мне кажется, зрителям будет приятно прикоснуться к такому и личному празднику тоже. Также счастливчики, которые купили билеты на майские показы, станут свидетелями личного праздника еще одной звезды Малого. 70-летний юбилей на Когалымской земле встретит и заслуженный артист России Юрий Ильин. Очевидно, счастливы, чувствуют себя хорошо только потому, что несчастные несут свое время молча. Интерес к наследию Чехова в Югре настолько большой, что билеты на майские показы были раскуплены еще месяц назад. Майский тур солистов Малого завершает нынешний театральный сезон на радость поклонникам «Высокого и прекрасного» в Западной Сибири. Актеры вернутся в сентябре с новыми спектаклями и постановками. Никита Рогозин, Михаил Суханов.